Короче, у меня хорошая и плохая новость. Хорошая новость это то, что я сегодня занимаюсь внутренними работами. Плохая новость то, что нашу семейную идиллию пчеловодов ну, все-таки посетила вот эта болячка 21-го, 19-го и 22-го, видимо, года. Даже называть ее не буду, но вы знаете. Меня отправили на самоизоляцию. Я работаю из дома сегодня. Телефон у меня всегда под рукой. Чтоб не сидеть просто у телевизора, я решил заняться полезными вещами. А полезные вещи сегодня это у нас установка оконных откосов, подоконников. Вот это ноу-хау по электричеству, которое я всем рассказываю, всем рекламирую. Друзья, ставьте всегда розетку себе в оконный проем. Будет зима, будет Новый год, будут какие-то праздники. Вы иллюминацию подключите и все будет здорово. Смотрите, было два варианта установки подоконника. Первый вариант это вот этот стис весь оторвать. Оторвать всю вот эту гидроизоляцию. Оторвать стис. И туда просто его подставить. Но я посчитал, что раз она у нас уже намазана, зачем нам это все портить? И Александр из компании Талиман. Александр, прости, но я буду рекламировать тебя в каждом ролике про окна. Потому что ты мне очень сильно помогаешь. Он мне предложил, говорит, возьми вот такие штуки. Прелесть. Прикрутил на клопы. Вот, по лазеру. Все, подоконник туда аккуратненько подставил. Опустил. Все, он стоит на месте. Супер. Я попробовал. Прикольно. Реально проще, теплее и лучше. Может, конечно, сейчас найдутся кто-нибудь, кто против этого всего мероприятия. Но напишите свое мнение. Также я вам про этот лазер, который все мне говорят, что его не существует. Друзья, он существует. Я им пользуюсь. У него есть нижний луч, верхний, боковой. И, в общем, классная штука. Также у меня есть вот такой лазер. Вот такой. Я его тоже безумно люблю, но он красный. И меня поругали, что почему-то взял красный, лучше возьми зеленый. Вот, взял теперь зеленый. И, кстати, хочу сказать, что они оба клевые. И оба друг друга дополняют. И я буду пользоваться обоями, когда мы начнем с вами устанавливать наш керамогранит. А керамику мы будем ставить прямо скоро. Друзья, ну, я могу перед началом видоса все-таки пятиминутную такую проблематику свою указать? Смотрите, какая штука произошла. Грунтовал при вас, снимал все полностью при вас. И вот с момента, когда я начал в полы давать температуру, у меня вот местами, смотрите, вот два места. Здесь, вот, и вон там произошла вот такая вот беда. Больше этого нигде нет. Ну, есть трещинки, конечно, но трещины это терморазрывные, это нормально. А вот это прямо меня пугает. Вот, я отламываю, это наливайка, наливайка пола. Может, я что-то напутал с водой, с консистенцией, не знаю. Короче, вот так. Ну, я это сильно не пугаюсь, сейчас везде отпадет, где не надо. И мы просто кафель уже положим по факту на место. Все, то есть, потом этот кафель накроет и проблем не будет. Дальше. Ну, вот так мы живем. Мыши у нас по дому ходят везде. Вот, вот у нас мыши по дому бегают. Ну, а как жить в своем доме? Так, забери ее, пожалуйста, я их не очень люблю. В общем, сейчас у нас задача сделать те два окна. Это большое окно, еще вот это окно. А теперь давайте, наверное, начинаем. Поехали. А, вот, еще. Вот так будет выглядеть у нас пол в дальнейшем. Прикольный, да? Так. Ну, все, все спойлеры вам. И еще последний спойлер. В последнем видео в комментарии человек написал у меня зритель. Денис, расскажи, что за радиаторы ты брал? Я брал румерсы, простые российско-китайские или, не знаю, или российские румерсы. Сейчас. Румеры, румеры. Вон, видите, румер. Стальной панельный радиатор. Что там? Ну, размеры указаны. И у него просто из маркировок написано, что нижнее правое подключение. То есть, у него снизу справа есть, потом есть вот здесь по бокам. Я так понимаю, что у них у всех есть вот снизу вот эти подключения. То есть, если вам нужны диагональные или верхние, нижние, вы просто берете вот сюда ставите заглушки, а этими пользуетесь. В данном случае у меня вот тут я выдергиваю, сюда встыкаю заглушку, а этими пользуюсь. То есть, мне кажется, они все имеют. Но вот у этих радиаторов еще что прикольно. Наверное, тоже у всех есть, я не знаю. У них сразу под термоголовку вшита термоштука. То есть, просто термоголовку потом накручиваешь и все. Это я отошел от основной темы опять, потому что просто думаю, вам это интересно. И еще последнее. Пожалуйста, не относитесь к моим видосам как к обучающим каким-то там видео. Я просто строю свой дом и рассказываю, как я это делаю. Я не объясняю, как это делать вам. И, кстати, вашими же комментариями я потом пользуюсь для того, чтобы остальное доделать правильно. Так что, вот так. Я отметил верхнюю часть подоконной этой штуки. Теперь по лазеру я отмечаю, как будет выглядеть у нас горизонталь. Но нам нужно будет опуститься миллиметров хотя бы на 5 ниже потом. Для того, чтобы подоконник у нас имел какой-то естественный сток воды. Поэтому пока я так отмечу, а потом я это все дело еще опущу. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok на втором этаже я уже устанавливал окна в прошлый раз и там я делал запасы по 10 сантиметров пойдет но мне не очень понравилось честно то есть слишком большие уши поэтому в данном случае решили делать по 7 сантиметров так как у меня на этаже волею судеб получилось что все расстояния от окна до штукатурки получились равными я с полной уверенностью могу смело брать подоконники и на всех сразу делать вот эти изменения все выпилю подготовлю а потом просто воткну все подоконники на всем этаже потом после чего я запеню пятачки поставлю нагружу их и выжду время для того чтобы это все схватилось ну или потом уже мы поднимем с вами вертикалки уложим горизонталки и все будет просто и легко и непринужденно то есть самое сейчас сложно это подготовить подоконники установить их чтобы они имели скос естественный для слива воды конденсата и если вдруг окна заплачут хотя опять же хочу сказать что плачущие окна это ошибка строителя такого быть не должно в моем случае это происходило до момента пока мы не избавились от воды сейчас вы видите что окна максимально сухие и так я сделал уши по семь сантиметров замер сейчас я это все отпиливаю кстати хотел болгаркой но подумал пыли будет много и она мне не нужна в доме тут и так ее хватает решил пользоваться лобзиком нетрадиционный вариант но совсем даже рабочий получается ровненько аккуратно и неплохо совершенно прежде чем потом втыкать это в проемы я освобожу от защитной пленки немножко местами и установим но не будем забегать вперед вы все сегодня это увидите а для того чтобы установить подоконник легко вот именно 100 с чем я столкнулся в самом начале это было для меня проблема я прям перепсиховался долбил киянкой все это было тщетно сложно неправильно не так так вот чтобы вставить нормально подоконник всего лишь нужно под искосок его завести это очень элементарно и кстати когда вот здесь мы выбиваем проемчик вставить под искосок уже не получается вот в прошлый раз именно в этом я и попался то есть я сделал больше на два сантиметра примерно чтоб легко хорошо вошло сюда уже вставить мне никак не получилось я там психовал нервничал и так далее поэтому в этот раз я решил делать максимально вровень у меня здесь еще под штукатурится декоративочка и все закроется но не думаю что кто-то на это ухо захочет наступить надавить так далее вот эта отметочка моя как раз она играет сейчас роль на горизонта то есть я просто опускаю на 5 миллиметров ниже отметки на стене и уже знаю что у меня есть естественный показ подоконника на 5 миллиметров даже много но миллиметра 3-4 легко будет все здорово как говорится а теперь слайды отрываем самоклейку пока ее отрывать везде не нужно оторвем ее немножко только в тех местах где сейчас будет примыкание чтобы потом не мучиться ее вытаскивать и просто вставляю очень легким движением вот и все никакой молоток киянка не нужны все встало на свои места придавлю по максимуму чтобы уж соприкоснулись со стеной все класс и Продолжение следует... Так, очень удобно, когда вот так немножко распотрошишь, она потом туда, сэндвич очень классно заходит, и она потом назад стянется. Но второй вариант сделать это, когда уже прикрутим. А кручу все это вот на клопы, вот такие вот клопы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, потоком надо выключить розетки на кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом видосе парочка комментариев было такого рода, наконец-то. Что ты не рекламируешь 5 минут компанию Деко. Друзья, пистолет для монтажной пены тоже от компании Деко. В общем, я стал пользоваться многими инструментами от этой компании, и... Ну, я доволен, что? Мне нравится. Да, друзья, еще... Ссылки на все покупки от Деко у меня под видео в описании. Сейчас мы вот так запениваем. Теперь сюда вставляю подрозетник, но я его не буду впенивать. Ой, сначала надо было... Сначала же надо было вставить сюда провода. Я его впенивать не буду, я его туда вкручу. Но пена в дальнейшем будет его еще дополнительно держать. Кстати, тоже момент по поводу электрики. Вернемся к нашим очень старым сериям. И те, кто смотрит канал постоянно, знают, что я во всех щитках использовал дифференциальные автоматы, диффы. Так вот, прикол диффа в том, что даже если землю с нулем замкнешь, то дифф отрубается. Настолько он чуток утечком. Так, монтируем стаканчик. Подрозетник. И теперь на всякий просто пожарный я его еще фиксану саморезом к пеноблоку. Теперь подрозетник, когда пена встанет, он здесь будет просто на века. Конечно, считается, что пена не подходит для таких целей. Но, друзья, в моем случае здесь один раз в год будет режется гирлянда. Поэтому уж, думаю, здесь проблем в этом плане не будет. Так, теперь я на всякий случай прохожу все пазы между блоками. Мы сейчас установим сюда добор. Прохожу не очень много для того, чтобы добор не выгнуло. То есть просто, по сути, я обрубаю ходы воздуха. Музыка. Музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, что хочу сказать. Смотрите, сейчас докручу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Суть вот какая. Смотрите, получается, каркас создали, подкаркасник такой. Видно сейчас визуально, что будет закрывать у нас сэндвич-панелька. Она, по сути, закрывает эту часть. Здесь закрывает это, то есть декор. Вот он. А эта часть у нас техническая. Ее мы заполним пеной. Вообще, на самом деле, очень удобно работать, когда ты сначала сделал этот подкаркасник. То есть его собрал, все. Его уже видно, окно уже становится понятно, как оно будет в дальнейшем. Теперь останется только вставить панельки. Логично, что это уже делается легко, когда собрали такое количество подоконников. Сегодня, по сути, у нас готово. Раз, два, три, четыре. Там пятое. Вот останется у меня в той комнате шестое окно сделать. И весь этаж, по сути, будет готов. Небольшой у нас тут свинарник. Сейчас мы его приберем. Будет красивенько. Ну вот, друзья, вы сейчас просто видите, как у нас меняется дом основательно. Уже прям вот видно, что уют. То есть останется сейчас натянуть стены какой-нибудь, хотя бы не декоративкой, я просто белым затянем сейчас их, и уже будет просто здорово. Реально. То есть уже все. Потолок осталось сделать. И полы. И готово. Радиаторы ко мне уже подъезжают. Говорят, что понедельник, вторник они уже будут у меня. Ну, навешиваем, отбалансируем систему. Сейчас, кстати, уже вот эти товарищи из компании 100 градусов. Николай, тебе большой привет. Как обычно, я всегда передаю привет Николаю. Потому что это человек, который взялся за мой проект и держит его до последнего. Казалось бы, уже все, что нужно, купили. Все, что нужно, уже ко мне отправили. Система еще настройки. Он взял на себя и просто совершенно бесплатно помогает в этом плане. Ну, мне прям приятно. Вот. Сейчас диспетчеризацию. Я к чему все веду-то? Мы настроили диспетчеризацию на погодозависимой автоматике. Теперь у нас от корреляции температуры на улице меняется сам график отопления дома. То есть, котел от погоды из интернета настраивается по температуре дома. То есть, теперь вообще в котельную ходить не надо. Я лишь изредка включаю зонт посмотреть, ну, в смысле программу на телефоне, посмотреть вообще, что происходит у нас в котле. А так комфортно, классно. Ну, правда, у меня сегодня утром дети сказали, что 23 градуса на втором этаже, им немножко некомфортно. Но сейчас мы остальные радиаторы довешаем и уже отбалансируем вот тоненько, четко. И что самое хорошее, сейчас нулевая температура на улице. И вот это самое удобное время для того, чтобы начать всю историю настройки котла. То есть, от нулевой температуры и уйдем до минусов. Так, братца, смеркалось. Мы закончили с окнами. Там установили. Покажу, покажу, а потом покажу там. Покажу сначала это, а потом покажу то. Так, не стал делать пока окосячку, или по-другому она называется, опанелка. Потому что мы затянем все это в белый, а потом уже ее поставим. То есть, все просто. Скажу так, устанавливать отделку ничего сложного в этом нет. Вообще, совершенно. Просто ничего. Просто время занимает и все. И когда мы начали этим заниматься, у меня супруга говорит, слушай, а почему бы нам перед установкой радиаторов, вот этих, которые сейчас еще доедут остальные последние, не сделать красиво под ними. Вообще-то я это сказала, потому что потом вот эти вот места, когда здесь станут уже радиаторы, будет очень сложно обрезать пену и заштукатуривать. Ну так, как у нас это у Никитоса сейчас делается. А, да, у нас на опыте сына мы поняли, что лучше сделать это заранее. Останется только вот тут потом закидать или пеной запенить и замазать. Ну, можете посоветовать, как лучше это сделать. Ну там уже будет удобно подход, то есть там батарея мешать не будет. Она будет навешана же сверху, а внизу будет доступ. А здесь прям совсем немного остается, то есть туда даже шпателем никаким. Кстати, после того, как мы сделали белые стены, у нас двери какие-то грязные стали и неказистые. Двери раньше были просто, ну, прям изюминка нашего дома. Да не знаю, мне кажется, они какие-то темные стали, Зай. Теперь нам надо декоративку мутить вот прямо вот в этом стиле, в такую. Грязное молоко называется цвет. Как цвет называется? Это не с розовая еще, к тому же. Грязное розовое молоко. В общем, до скорых встреч. Увидимся с вами буквально через пару дней. Все, пока. Пока. А, и еще, еще, подожди, не выключай, не выключай. Друзья, стоит ли нам провести стрим? Если стоит, напишите. Если вам нравится просто формат видосов, пока. Все, пока.